Грипп, сезонное заболевание и проверенное средство избежать заражения, это прививка. В конце августа по всей республике стартовала вакцинация от гриппа. Чтобы не допустить эпидемического подъема, необходимо привить порядка 400 тысяч якутиан, что чуть больше 20% от общей численности населения. Продолжит тему Юлия Великодная. Уже вторая партия вакцины против гриппа поступила в Якутию и распределена по районам и поликлиникам. Прежде чем зайти в процедурный кабинет, пациентов осматривает врач и дает допуск. Стоит отметить, что эффект от прививки появляется только через две недели. Иммунная система за это время проходит адаптацию и становится устойчивой ко внешним вирусам. Прививка – надежный способ защитить себя от гриппа в сезон заболеваемости. Вакцина под названием «Сави-грипп» в нескольких вариантах для взрослых, детей и беременных женщин. Эту прививку ставят уже второй год. Она действует на вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Делается осмотр. У нас существует три противопоказания. Это аллергическая реакция на куриный белок, сильные послевакцинальные реакции ранее и острое лихорадочное состояние. Все прививки, которые полагаются сразу после рождения, и те, которые мы получаем на протяжении жизни, проходят тщательную проверку. Речь идет не только о вакцинах против гриппа, но и о других серьезных заболеваниях. Вакцина-профилактика играет значительную роль в демографической ситуации. В публике очень хорошая демографическая ситуация. У нас рождаемость высокая, и каждый год снижается смертность. Если даже сравнивать год к году, в 2010 году и 2016 год, то в 2016 году на 1300 человек меньше умерли. Один из таких ключевых элементов – это вакцина-профилактика. А вакцина-профилактика – это в первую очередь, когда каждый человек должен быть ответственным за свое здоровье. Приоритетной вакцинацией подлежат медики, педагоги, сотрудники транспорта и коммунальной сферы, а также больные хроническими заболеваниями и пожилые старше 60-ти. Чтобы не болеть, держите. И 30 минут надо сидеть. Прямо как комару пусил. И вот сюда. В основном работающие население и школьники получают прививки на рабочем месте. Бригады медиков выезжают к ним для важной процедуры. Если говорить по особой грипп, то сегодня подходили 27 клиентов. И в основном здесь приходят старше 60-ти лет. Каждый сам в ответе за свое здоровье. Но тем не менее, Минздрав России предлагает наказывать рублем за отказ от вакцины. По словам руководителя ведомства Вероники Скворцовой, рассматривается вариант изменения условий оплаты больничных непривитых россиян. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, НВК САХА, Якутск.